Людям с серьезными проблемами с руку каждый день проходят саперадольвать пирожкоды и здяснять свой особливый подвиг. Они, которые из них, здясняют подвиги не только в своем повседенном жите, а и на су-светных спортивных аренах. Владимир Изотов, 28-годового мельчанина, у которого с народжением ядерная катаракта. Некольки месяцев тому, его имя стало вядомо всему свету. 13-го вверх у Рео-де-Жанейро в финальном заплыве на 100 метров брасом в категории СБ-12 он завоевал золото, усталявавши при этом новый паралимпийский рекорд. Ну, я повернулся на дистанцию, увидел, что соперники еще доплывают. Ну, собственно, это был мой пик, момент счастья. Что переживал, не знаю, честно говоря. Наверное, наконец-то, потому что столько редко к этому всему шел, столько всего пройдено, путь просто колоссальный. Когда медаль был уже у Кишини, а хвалявание за столицы уминуло, Владимир вернулся у Гомель и выросшел с устретцами с людьми, которые мают подобные проблемы здоровья. Размова отбылась у филиалия номер 5 сетки публичных библиотек Гомеля. Наведывальником специализованного отдела для людей со слабым взроком Владимир расповел свою историю поспеху и поспробовал подарить им веру во властные силы. Нужно постоянно искать мотивацию в себе, нужно выходить из так называемой зоны комфорта. Потому что если ты будешь находиться в одном и том же положении, то есть никуда не двигать организм свой, то есть никак не развиваться по жизни, ты будешь тупо стоять на месте. Это начинает со временем угнетать просто и, собственно, жизнь тебя уже не радует. Нужно постоянно быть в движении, постоянно развиваться. Как-то нужно искать, в общем, мотивацию просто в том, что конечная цель, она оправдывает затраченные усилия. Мы с ним давно знакомы, я еще его знала, он учился уже в университете, и я говорила, Володя, вот это у тебя такая и такая роль. Но я даже подумать не могла, я ему там другой сценарий жизни расписывала, но я и подумать не могла, что он станет таким известным человеком среди нас. И вот эта вот встреча, она дает вдохновение, стремление жить, стремиться к цели, какой бы то ни было, потому что все в этой жизни преодолимо. Ганна Ковалева, Валерия Гопанько, Телерадо, компания «Гомель».